Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодняшний мой рассказ будет посвящен графической интерпретации стихотворения Пушкина. Говоря проще, преобразованию текста, который на самом деле многим довольно знаком. Хотя гусар не самая, наверное, популярная вещь, и уж тем более не школьная вещь. Значит, сейчас объясню Александру Сергеевичу. Но при этом у нас теперь есть настоящий подарок, вот такой вот визуальный праздник для глаз любого ценителя современной иллюстрации, современного искусства, который сделала Татьяна Кормер. Посмотрите, пожалуйста, что у меня в руках. Это тоненькая книжечка. Она производит полное впечатление детской. Но, тем не менее, это не совсем детское стихотворение, не совсем детский сюжет. Поэтому, товарищи ханжи, вот эти вот блюдущие облика морали, пожалуйста, всем строем дружно встали и вышли в сад. В сад, все в сад, как завещал нам Джером Джером. Потому что, ну, сами посудите, ну, зачем тогда и говорить об этом стихотворении, а тем более показывать его детям, если вы считаете его в чем-то недетским. А я бы хотел сосредоточиться именно на том, как необычайно интересно, с моей точки зрения, поэтический текст, который вообще невозможно проиллюстрировать. Иллюстрирование поэзии – это нонсенс. Это живой труп, горячий снег, значит, оксюморон. Этого не существует. Что такое, как можно проиллюстрировать поэзию? Нет, ну, разумеется, у нас есть баллады. Пожалуйста, пример Кусар. И у нас есть сюжетные стихи, где, по крайней мере, понятно, кто, что делает и чем все заканчивается. И это можно изобразить на картинке. Толку-то с таких картинок хочется спросить, потому что, ну, вы же понимаете, что стихотворение, оно по-другому воздействует с читателем, с рецепиентом, говоря, языком литературоведения. Графическое изображение всегда подразумевает внимание совершенно к другому. И вот здесь мы видим необычайно смешную, по-моему, гомерически смешную, по-гоголевски смешную интерпретацию вот этого стихотворения «Гусар», которое при этом, хотя игровое, оно на сюжет украинской народной сказки написано Пушкиным в 1833 году, но при этом еще и, скажем так, содержит в себе такую чертовщинку, такую черевоточинку, тот самый крокодил, который таится на дне любого стихотворения. Значит, что это за «Гусар»? Пушкин написал его, и обыгрывая, скажем так, даже не литературно, по-современному, играясь с фольклором, ему очень нравилось экспериментировать с этими жанрами. У нас есть в результате гениальные совершенно сказки Пушкина и обработки народных текстов, народных мотивов, фольклорных мотивов, низкий поклон Арине Родионовне и так далее. Значит, вот «Гусар» – это стилизация под рассказ бывалого солдата, бывалого «Гусара». Он сначала рассказывает о неслыханных радостях, которые его ожидали на постое. Помните песню о Куджаве про постой? Ну, я что хочу этим сказать. Понимаете, вот расквартировка войск в домах, избах, на квартирах, на земных квартирах, как говорят, у гражданского населения – это, в общем, тягостная повинность для этого гражданского населения. Потому что офицерский состав не отличался особой деликатностью, относился к слугам, значит, к окружающим. Да, и несмотря на то, что такие конфликты яркие, кончающиеся чем-то нехорошим, случались не так уж часто, вот, в общем, это была тягостная повинность. И вот он рассказывает, что под Киевом жил он у, значит, своей сударушки, замечательной молодки, с которой у него было, ну, просто было полное взаимопонимание. Вот, значит, хозяюшка, галушки сами в рот залетали, значит, замечательно. Я буду вам пересказывать стих Пушкина. Терпите, пожалуйста, друзья, потому что я буду кое-что цитировать, кое-что излагать своим словами, чего, конечно, в отношении поэзии делать нельзя ни в коем случае. Но в данном случае это важно, потому что мы вообще не о поэзии говорим, а о её графической интерпретации. Здесь бесценно всё. Обратите внимание на выражение лица коня. Настаиваю на лице коня, потому что у этого коня явно лицо. Он смотрит на гусара, который с яростным усердием трёт круп коня, значит, ну, скребёт, скребёт на самом деле скребницей, ухаживает за животным. Вот, конь смотрит, потому что гусар при этом явно рассказывает, сравнивает нынешнее житие, бытие, когда не допросишься лишнего куска, когда хозяин смотрит с зверем, значит, хозяин квартиры имеется в виду, а с тем самым квартированием, которое ему очень нравилось. Вот там у него он написывает прекрасную, значит, «Ей-ей не жаль отдать души, за взгляд красотки чернобрелой, одним-одним нехороши, а чем же, расскажи, служивый». Ну, вот начинает рассказывать, да. Ну, слушай, около Днепра стоял наш полк. Вот, значит, возле Днепра он там жил. Он описывает эту идиллию очень просто. «Прибью, Марусенька моя, словечка не помолвит грубо, напьюсь, уложит и сама опохмелиться приготовит». Ну, в общем, такая вообще мечта русского мужика. Ну, по поводу «Прибью», по поводу также упоминающейся далее свадьбы жида с жабой, надо иметь в виду, что это у нас исторический текст. 1833 год. Напоминаю, в общем, нравы были другие, и это нормально совершенно в литературном тексте смотрелось. Хотя, ну, конечно, понятное дело, что Марусенька-то жалко её. Но подождите, её-то жалко, но ведь она же не проста, не проста Марусенька. И вот чёрт дёрнул. Посмотрите, как изображает этого чёрта, который... Да нет, я вздумал ревновать. Что делать? Враг попутал, видно. Посмотрите, вот какой этот прекрасный враг. Такой, как-то на плече такой нашёптывает, нашёптывает в ухо. Вот, причём глазастый такой, языкастый. Понимаете, в чём дело? То, что заложено в ассоциативный ряд поэтического произведения, художник, конечно, воспроизвести не может. Потому что средства выразительности у языка и у иллюстрации абсолютно разные. Но он неизбежно добавляет свои смыслы, и благодаря этим смыслам нарисованного, написанное, сочинённое поэтом огромное количество лет назад, становится живее. Оно обогащается. И в этом вся прелесть. Посмотрите. Потому что там нету никакого врага в стихотворении. Там это упоминается чисто фразеологизм, да, попутал нечистый. А здесь он есть, живой, и так далее. Ну, значит, дальше идёт чисто гоголевский сюжет. Надо сказать, что комментаторы говорят, что стихотворение гуса навеяно вечерами на хуторе близ диканьки Гоголя. И это совершенно... Я обожаю это произведение. Я это расабульбу люблю, хотя не раз критически высказывался об этом произведении. Вот. А самое главное, что всё дальнейшее... Видите, тут у нас ведьма, и сев на веник перед печкой, разделась до нога, потом из клянки три раза хлебнула, и вдруг на венике верхом взвилась трубу и улизнула. Но, помните, я говорил про недетское. Ну, вот, пожалуйста, да, значит, у него Марусенька, это вот такая вот. И художник, значит, я бы сказал, смачно всё это изображает. Во-первых, это дебилая такая прекрасная такая молодая баба, вот, которая, значит, в старинном смысле этого слова, в смысле 19 века, да, значит, которая всё делает с таким радостным, несколько ехидным выражением лица. Потом обратите внимание на то, как она нарисована во время диалога на Высой горе, да. Ну, вот, и дальше начинаются эксперименты. Вот, с одной стороны, нам смешно, как наш гусар эту самую жидкость волшебную из клянки прыскает на всё, включая кота. И всё это, лавки, горшки, ухват улетают в трубу. То есть, вы представляете, какая эскадрилья там сейчас прилетит на Высую гору. Не, ну, конечно, они ко всему готовы. Они-то там все, значит, существа инфернальные, да, и так далее. Но если там кому-нибудь из чертей распорядителей прилетит ухватом по голове, он вряд ли будет рад. Он скажет, Марусенька, а где же техника безопасности полётов? Это же безобразие, вот, и так далее. Ну, за кота отдельное спасибо и поэту, и художнику, потому что кот, конечно, изображает всем своим видом. Ну, вот это очень недоверчиво смотрит, когда на него прыг капают вот этим вот зельем-то, да. Ну, первое, что нам вспоминается, ну, разумеется, мастера Маргариты. И я уверен, что Булгаков в числе прочего количества очень большого источников очень внимательно прочёл это блистательное стихотворение. Надо сказать, оно очень лёгкое, оно очень звучное. Множество глагольных рифм, множество глаголов движения, соответственно. Такая разговорная речь. Четырестопный ямп. Всё это делает 26 струв, просто они пролетают, как вот... Это не баллада Жуковского, которую ты читаешь, не знаю, полчаса, вдумываясь, там, значит, воссоздавая вот эту картину, да. Это ощущение лёгкости и фольклорной игры, игры с языком и с мелодией. Вот. Ну, и, соответственно, потом он сам выпивает. Ну, что, гусар, господи, дело гусарское. Сколько этих гусаров погибло по дурости, не поверите, да. То есть он гораст на военные подвиги, это тоже военный подвиг. Выпить неведомо какое зелье, после чего улететь в трубу. И вот он летит, как тот самый Никонор Иванович, памятный нам, да, и прилетает, значит, туда, на Лысую гору. А там тебя съедят! Ну, мы вспоминаем, естественно, классическую сцену из понедельника, начинается в субботу, когда кот Василий говорит главному герою, помните, что ты говоришь, не советую, съедят. Вот. Значит, действительно могут и сварить, вот. Пока они развлекаются театрализованной постановкой, я уже упоминал, свадьбы жеда и жабы. Ну, в общем, ах он странный, вот кочерга, садись верхом и убирайся, окаянный. Ну, вот. Чтоб я, я сел на кочергу, гусар присяжный, ах ты дура! Ну, то есть, находясь на грани смерти, ужасной, причем ужасающей, да, значит, быть убитым и съеденным на Лысой горе. Вот. Гусар, тем не менее, я, гусар, на кочергу, коня мне, коня! Вот это по-нашему, это здорово. Ну, естественно, на коне, который тут конь, опять же, совершенно воландовский, да, такой, значит, нарисован Татьяной Корберой, изумительно. Посмотрите, какой конь, да. А, на, дурень, вот и конь. Посмотрите, какое у нее ехидное выражение лица. Она-то знает, на чем он поедет. Он полетел назад. Прискакал, что называется, как гусар. И мигом очутился в избе, сидя на старой закопченной скамье, которая и была конем, естественно. Вот. А рядом кот, как ни в чем не бывало. Вот. И стал крутить он длинный уз прибавя. Мол, ведь без обиды ты, хлопец, может быть не трус, да глуп, а мы видали виды. Ну, в общем, конечно, видали виды, гусары, безусловно, разные. Но не до такой степени. Пушкин все-таки использует фольклорный сюжет. Но меня вот именно в этом совершенно покорило, в этой маленькой, короткой книжке, да. Которая вроде бы и для детей, а вроде бы и для постарше, да. Среднего школьного возраста, по крайней мере, она отличается ощущением веселой игры, ощущением нестрашной сказки, ощущением вот той радости жизни, когда человек удивляется и радуется всему. И дивной звездной ночи, и месяцу, который, значит, вывесился на небе, освещая все. И черту, который, значит, смешной какой-то такой, мультипликационный, значит, крадется там, значит, вы помните, по своим делам чертяковским. И вот этой гусарской браваде безумной, да, значит, так далее. Вот это восхитительно у Пушкина. Но у Пушкина это надо вычитать. Дайте эту книгу старшеклассникам, дайте эту книгу детям, тем, кто помладше. Еще раз говорю, кто не боится, собственно говоря, фольклорного сюжета о ведьме. И вы будете поражены, насколько лучше они почувствуют магию поэтического слова. Потому что в данном случае в исполнении художника, несмотря на то, что это выглядит незамсловат, это мастерски просто сделано. Вот эта легкость, вот этот драйв, вот эта балладность передана абсолютно точно. И мне очень нравится, я еще раз говорю, праздник для глаз, визуальное воплощение пушкинского стихотворения. В очередной раз хочу повторить, да здравствует комикс, да здравствует иллюстрация. А художник это реально соавтор книги. Даже вот такой написанный задолго до того, как мы могли бы посмотреть вот это вот графическое воплощение стихотворения Пушкина «Гусар». Спасибо за внимание.